Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лидия. И сегодня меня вот в какую сторону понесёт. Не могу просто не поделиться. Дело вот в чём. Ну, недавно я рассказывала о телезонном фильме «Вангелия» о слепой ясновидящей, «Проблема глаз». А тут стала скачивать из интернета очередную партию книг. И электронных, так сказать, один из авторов. Захотелось мне просто так его почитать, перечитать кое-что. Это Олдос Хаксли. Ну, улыбка джаконный, там ещё. И вот перечень, так сказать, смотрю, 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 опа! Смотрю книжку у него «Как исправить зрение». Вот это да. Ну, сами видите, что проблемы со зрением у меня есть. У меня близорукость где-то лет с 12, наверное, да. Вот, и в этом году, как бы, немножко усугубились проблемы со зрением, потому что обнаружили хронические конъюнктивиты, плюс ещё начальная, так сказать, стадия катаракты, будем так. Немножко беспокоит меня это. Не так уж, чтобы уж сильно, но, тем не менее, покраснение, вот эти вот сосуды лопнувшиеся, слезоточивость, нагноение некоторое и прочие дела, они, конечно, как-то мешают несколько. И вот наткнулось, очевидно, не случайно, как мы договорились, что случайностей в нашей жизни не бывает, вот на эту книгу Хаксли. Дело в том, что он поэт, писатель, философ и так далее. То есть, ну, можно сказать, классик в наше время, да. И, конечно, я никак не ожидала от него вот такой книги. Дело всё в том, я её, конечно же, скачала, всё дело в том, что сам Хаксли с 16 лет практически ослеп. То есть, с один глаз у него совершенно ничего не видел, а второй чуть-чуть. И вот при таких обстоятельствах, тем не менее, учился, достаточно успешно и так далее. И в 1937 году он наткнулся на книгу доктора Бердса, на его, так сказать, метод, как исправить зрение, в частности. И он решил последовать, поскольку мотивация, конечно, тут была весьма и весьма. Никакие средства уже ни очки, ни что-то иное не помогали. Достаточно проблемно, так сказать, с очень плохим зрением, а то и чуть ли не ты слепой жить в этом мире. Он изучил, конечно, на своей книге пишут, что лучше бы тренера, как сказать, наставника, чтобы он тобой руководил вот в этих упражнениях. Но нисколько не хуже и просто знакомиться с книгой, взять ее на вооружение, все эти методики, и свято им следовать. Все дело в том, что здесь совершенно иной взгляд на вот эти последствия, то есть слепота или недостаточность зрения, милизорокость, длиннозоркость, астигматизм и прочие дела. Ну и, прежде всего, даже и все эти катаракты, глукомы и другие заболевания. Все дело в том, что, как посмотреть на эту проблему, наша ортодоксальная медицина, ну, будем так говорить, оптимхометрия, да, она как бы не видит никаких иных путей. Вот они упырли, значит, что корректировать зрение можно только при помощи очков и прочих делах. Либо еще какие-то приспособления линзы там, ну, оперативно даже вмешательство бывает и так далее, ну, подобное. А в суть проблемы никто не вникает и не считает нужным и вникать. Ну, во-первых, это целая индустрия, и никто, естественно, не позволит, так сказать, уйти совсем, то есть не использовать возможности он и его. Во-вторых, это очень легко. То есть не надо не трудиться, ничего. Пришел, чик, посмотрели, да, у тебя дальнозоркость там, положим, сейчас у меня минус 4. Будьте любезны, значочки тебе подобрали, никаких проблем. Пошел в оптику, приобрел очки и все. То есть он называет, ну, и Берст, и Махаксли, это, так сказать, бесценные костыли. И эти костыли, вот, по всей нашей жизни, при обнаружении того или иного заболевания, то есть какие-то неполадки с тем или иным органом, они постоянно с нами. А проблемы-то какие? Чик прошел, выпил таблеточку, не надо трудиться никак вникать, или чего-то куда-то, надел очки, либо там еще прибег к такому вот 7-минутному способу. Но проблемы от этого не, вернее, причины никак не выясняются, и они неизвестны. И вот доктор Берст выяснил, как это происходит. Вот здесь вот как раз тот случай, когда надо уяснить себе, как это происходит, как мы видим. То есть, если, например, мне безразличны любому другому, как устроен сотовый телефон или там автомобиль, как это все происходит, мне главное, чтобы научиться пользоваться, вот и все. А как это происходит, мне как бы это мало волнует. А вот что касается здоровья, здесь иная уже картина, потому что надо себе, прежде всего, уяснить, что зрение, то есть то, что мы видим, как мы видим, оно, прежде всего, зависит от разума. То есть, глаз сам по себе – это инструмент, это воспринимающие только световые волны. Вот и все. И больше ничего. Конечно, без глаз мы, нет, так сказать, аппарата восприятия, не будет и осмысления. И вот все, что мы видим, на что мы обращаем наше внимание, все это, значит, в доли секунды передается в мозг, соответствующий, так сказать, раздел зрительного, последствия зрительного нерва. И только, и здесь сразу же мозг начинает анализировать, то есть он преобразует эти нервные импульсы, эти световые волны, и начинает их либо познавать, либо там еще. То есть создается вот такая напряженная ситуация, то есть здесь вот прежде всего внимание, то есть сосредоточение, это напряжение, потом передача, осмысление, идентификация и так далее. То есть знакомый, незнакомый мозг моментально реагирует, и вот там мы видим уже картинку, и соответствующий орган на нее реагирует. И вот это напряжение, прежде всего внимание, оно очень мешает, оно порождает аномальные такие вот явления, достаточно зрения и так далее. Здесь могут быть причины и другого характера, положим, стресс, длительный шок, инфекционная заболевание, да бог знает чего. Точно-то никто и не знает, от чего это происходит. Тем не менее сбой, во-первых, в самом аппарате, то есть в глазе, в хрусталике, то есть в этом желтом пятне. Во-вторых, значит, сбой в самой, так сказать, обработке вот этой информации, то есть этих световых волок головного мозга. И суть-то я вот чего хочу сказать, я совершенно... Я об этом и раньше читала, конечно же, что все наши болезни, так сказать, в башке, все это психосоматического характера, большинство, ну, кроме ампутации, там, тех или иных органов. То есть здесь смысл в том, что нужно, во-первых, постоянно расслабляться. Нельзя быть напряжением. Ну, как я уже слышала, далее китайская еще пословица, что напряжение – это смерть, а расслабление – это жизнь. То есть нужно постоянно и постоянно расслабляться, в том числе и глаза, поскольку на них падает очень большая работа по восприятию вот этих вот световых волок и так далее, как это все происходит. И вот здесь данные методики, как, во-первых, расслаблять, то есть это постоянное, так сказать, моргание, то есть ощущение, зажмуривание, ни в коем случае нельзя лезть в глаза ничем, ни пальцами, ни платочками, ничем иным. Я с ужасом вспоминаю, когда я решила перейти на линзы, вот это был кошмар, конечно. Лезть, значит, в глаз, вставлять эту линзу, потом ее, да, сказать, не боже мой, вот столько проблем было, в конце концов, я отказалась от этого. То есть это очень нежный инструмент, и ни в коем разе нельзя ни через века, ни через кабель, яблоко касаться. Это одно, значит, это постоянное моргание в течение, там, ну, раз в шесть, и дыхание при этом, у меня вот не получается, я попробовала, не получается. То есть мы когда сосредотачиваемся, говорят, у нас, как бы мы затаиваем дыхание, говорят, затаив дыхание, мы просто прекращаем на это время дышать. А это неправильно, поскольку нарушается кровообращение, то есть кислорода не поступает, соответственно, и страдает глаз таковой, как орган от недостатки кислорода, ну, и энергии в конечном итоге. Это пальминг, то есть это прикрывание, ни в коем случае не давить, а просто вот приставить черную-черную черноту, закрыв глаза, на минуту положим. А лучше движение, чтобы вы вспомнили что-нибудь из детства или из своей жизни, что-нибудь очень приятное, причем непременно двигаться надо. То есть вот движение – это тоже жизнь, только статика – это смерть. Постоянное движение, то есть наш глаз должен постоянно двигаться, и на чем особо не констатироваться, то есть беглый, как говорят, взгляд, или взгляд искоса, боковым зрением, ну, что-то такое. Ну, там еще ряд, так сказать, вот этих вот дыханий я уже сказала, как вот беглым взглядом, как осматривать ни в коем случае, если это не получается что-то запомнить, ну, там еще масса. И я вот пришла к выводу, что, видимо, пришло время, и необходимо прибегнуть, вот Хаксли пишет о том, как вот это все делал, и каких успехов достиг, безусловно. И не только он, а тысячи и тысячи, которые ознакомились вот с этой анекдотикой доктора Берсса, и он в том числе, то есть зрение стало, конечно, стопроцентным, но, по крайней мере, он стал достаточно хорошо видеть, вот так. Главное – заставить разум, разум заставить. Можно, конечно, уговорить, но, знаете ли, попробуйте уговорить алкоголика, наркомана, так далее, бросить. Это гиблое занятие, которое непременно ведет к потере здоровья этой жизни. Увы, ах, то есть здесь заставлять, заставлять. Это работа, это работа, так сказать, не на один день, это длительная работа, да и понятно. И постоянно, постоянно, то есть несколько раз на дню нужно вот заниматься. Это соляринг, то есть нужно смотреть на солнце, это обязательно, это очень полезно для глаз. Он говорит о заблуждении, когда стали на все солнцезащитные очки, затемненные, это вредно, это очень вредно. Ну, так модно стало, вот и все. Ну, индустрия, опять же, куда же к нему денешься. Вот, и прочее, и прочее. Я решила взять на вооружение. Мотивация, не сказать, чтобы она была такая, ну, больно уж, ну, не жизнь теряя, по крайней мере, не все так плохо, на первый взгляд. Но, так сказать, ухудшение зрения прогрессирует, да. Увы, у меня началось это 0,75 всего лишь было, сейчас минус 4, хотя дома я стараюсь очки не носить, но работать я без них никак не могла. То есть, я, будучи следователем, если я допрашиваю человека, если он, так сказать, от меня где-то на метр-полтора, и я четко не вижу его лица, его глаз и так далее, и я просто не могу, я не могу с ним разговаривать, не могу допрашивать и так далее, и так далее, и так далее. Хотя, ну, в свое время, так сказать, доктор ругал меня на периодических недосмотрах, что не надо очки постоянно носить, то есть вот этими костылями, пользоваться не надо, я понимаю, вот дома, положим, я не ношу, я читаю без очков, у меня должнозукости, к счастью, хотя вот уже возраст такой нет, но тем не менее, я решила. И прямо вот, не знаю, может быть, меня подвигло поделиться вот этой методикой, потому что проблемы со зрением сейчас очень-очень многие, в том числе и те, кто, например, смотрит и слушает сейчас меня, как избавиться, как увидеть мир во всех красках, потому что вот очки, так сказать, они суживают, все равно угол зрения, они нас ограничивают. Вот хочу сказать, что когда линзы носила, и вот когда я первый раз их надела, мир просто преобразился. Вы знаете, вот такой угол зрения, он просто вот, ну, совершенно иные краски и восприятие и прочее. Ну, увы, не смогла, так сказать, лазить в глаза, как и ежедневно. Вот, это интересно, это очень хорошо, если мы увидим мир таков, как он есть во всех, во всем его образе, во всех этих красках. То есть и восприятие это совершенно иное будет. Ну, плюс и здоровье, конечно. Ой, я вот не могла не поделиться вот этим своим, можно сказать, открытием, Хаксли, методики этого доктора Аберса. Я решила все-таки начать работать. И, не знаю, дай Бог мне терпение, это самое главное, настойчивость. Прямо хоть поклянись, помните, когда пионерство клятвало, я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Ну, клятвы-то, конечно, дело такое, они ограничивают свободу, это достаточно плохо для каждого, когда ограничивают. Но, тем не менее, я попытаюсь. Если кто-нибудь последует, так сказать, моему совету, взять эту книгу Хаксли, ну, или даже доктора Берса, это не важно, но лучше, наверное, Хаксли, потому что он через себя все это пропустил. И знаком со многими, кто работал по этой методике, и кто обрел зрение, стопроцентное причем. Совершенно нормальное. Главное, вот, по-другому совсем на эту проблему посмотреть. И давайте, если кто-то попробует, если кто-то решится, а давайте посмотрим. И время от времени, ну, через некоторое время, например, еще раз, так сказать, выступим и поделимся своими успехами. Успехами, конечно, потому что, как Хаксли призывает, если что-то не получается, посмотрел бегло, не получилось, не видишь, неважно, не обращай внимания, то есть неудачи, вот даже не бери в голову этого, не видишь вот так, как там положено, там единицы, не надо, делов-то куча. Дальше, 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 то есть это тренировки, это постоянная, постоянная, постоянно. Тренировка постоянно заставляет свой разум работать, то есть скинуть вот эти вот костыли, скинуть вот эти вот такого уже стереотипа, к которому мы привыкли за столько лет, и, конечно, чтобы разгрести все это, потребуется длительное время. А давайте потом, кто решится работать в этом направлении, давайте потом посмотрим, как получилось. Спасибо, до свидания.